Все нормально. Я потушила там свечи. Садись уже. Садись, может быть, поработать пора. Ну все, все готовы, все на месте, можно начинать. Мои дорогие, всем привет! Меня зовут Катерина Данко, и спасибо, что заглянули ко мне на канал. Сегодня мы с вами продолжаем распаковывать рождественский адвент календарей, чему я безумно рада, и я надеюсь, что вы тоже, потому что сегодня у нас с вами должен быть очень приятный адвент календарь от бренда L'Oréal. Я предвкушаю, что сегодня будет все хорошо, потому что вообще каждый год L'Oréal настолько радует. Они очень любят класть полноразмерки, а мы с вами тоже это очень сильно любим. Но знаете, вот глядя на размер этого адвент календаря, закрадываются некоторые сомнения, потому что вообще каждый год они у него, у них достаточно такие большие, объемные. Я помню свой первый адвент календарь от L'Oréal, он просто не помещался в кадре, буквально его держало вот так вот как-то, то есть он прям был огромный. В этом году он прям такой, я бы сказала, очень миленький, такой симпатичный. Мне нравится, что он минималистичный. Вот этот красивый красный бантик. Вот как-то, знаете, вроде бы и просто, а вроде бы и дорого. Такая тихая роскошь, я бы сказала. Еще чуть-чуть блесточка можно было бы добавить, вот так вот, чтобы немножечко еще было чего-нибудь рождественского. Я пока что его не отклеивала, не открывала, потому что здесь вот у нас все заклеено. И, как вы понимаете, сегодня, наверное, адвент календаря в кадре не будет, потому что, ну, собственно, вы все видите. Кнопа, она здесь. Она с нами, и я предлагаю, давайте, наверное, как-нибудь. Я его сейчас аккуратно отклею. И каждый год адвент календаря от Лареат стоит в районе 90 евро. В этом году на Дугласе он тоже стоит 90, я видела. Но я его купила по хорошей скидке на каком сайте. И сейчас не могу вспомнить, как называется сайт. Я просто прикреплю. Там просто была какая-то рандомная скидка на него, либо мне прислали какой-то промокод за регистрацию. В общем, я увидела, поняла, что оно того стоит, надо брать. Это, правда, будет выгодно. Ну, в общем-то, я отклеила. Здесь такая просто была наклеечка прозрачная. Та-да-да-да. Слушайте, мне даже хочется так его в кадр поставить. Это так красиво выглядит. Не знаю почему. Вот просто, просто красивый, какие-то очень тонкие. Так, не избить себя календарем. Просто какие-то красивые тонкие линии. Давайте я просто приподнимусь. Сейчас, наверное, меня будет плохо слышно. Но вы зато сможете рассмотреть его, как это все красивенько смотрится. Либо я сделаю подсъем, чтобы это все тоже вам показать поближе. И еще один момент. Здесь у нас в этом году коробочки, что тоже не может радовать. Это всегда очень удобно открывать. И хочется, хочется его поставить. Может быть, мне его как-то за кнопку поставить? Ну, кажется, она не против. Пока что ставлю так. Надеюсь, что она ничего не начнет тут скидывать. И да, ребята, если вы впервые на моем канале, то, возможно, вы не знаете, что я не просто так распаковываю данный полетарей. Я еще тестирую все, что там находится. А если есть декоративная косметика, а здесь она должна быть, то я еще делаю полноценную макияжную косметику, чтобы ее показать на себе, продемонстрировать. В общем, стараюсь сделать максимально информативными каждое мое видео. И, конечно, да, на моем канале есть не только распаковки, но и обзоры разной косметики. Впереди, например, у нас будет с вами обзор новенькой палетки от Анастасии. Я буквально сегодня забрала. Это мини-салтри. И у меня есть большая салтри. Так что мы сегодня с вами... Не сегодня. Мы будем это с вами сравнивать. Сегодня я делала макияж этой палеткой. Так что я в процессе тестирования. Сосед скоро будет видео. Ну, и давайте вернемся к нашему адвент-календарю. А, ну и, конечно же, еще одна важная информация, которую нужно сказать любому блогеру, у кого есть телеграм-канал, заглядывайте в описании под видео. Там есть ссылки на мои другие социальные сети. Есть мой телеграм-канал, где мы с вами общаемся, переписываемся. И обо всех новинках я там рассказываю намного раньше. Все. Все. Официальная часть сказала. Можно приступать. Да, она вообще, если честно, не против сидеть. Такая терактит. Я сейчас к ней поворачивалась. Она такая... Ну, мне надо взять номер один. Номер один я достала. И да, ребята, не обращайте внимания, пожалуйста, сзади на мою прическу. Там самый простой обычный крабик из адвент-календаря от Essence. Спереди так это все смотрится, я бы сказала, неплохо, а сзади, ну, просто обычный крабик. Тебе интересно, Клаб? Мне интересно. Ладно, давайте. Вы смотрите первое. О, ну это хороший. Номер один. Это один из самых популярных их блесков. Ламперов, насколько я помню. Просто у меня такой был. Но был он давненько. Был в таком розово-прозрачном каком-то таком оттенке. Не помню просто, как он называется. Здесь у нас 7 миллилитров. Очень нежный такой оттенок. Он не слишком теплый, не слишком холодный. Мне кажется, прям такой получился очень универсальный. Хороший выбор. Лореаль. И это, конечно, полноразмерка. Это уже не может не радовать. Я надеюсь, что в этом году ничего не поменялось. И они будут придерживаться своей концепции, как это было в предыдущие годы. Это тот случай, когда не нужно ничего менять. Ребята, оставайтесь такими, пожалуйста. Потому что вы всегда делаете, чаще всего делаете хорошо. Я, значит, пытаюсь достать коробочку, а кнопку кусает мои пальцы. Ну, окей. Зато она сидит, смотрите, ей прям интересно. Она сидит, мурчит. Вроде как недовольная, а вроде как и очень даже. Так, здесь что-то у нас в бумажечке как-то упаковано прям-то. Что тут? Я так понимаю, да, да, это однушка теней. Это очень классные тени. Насколько я помню, в их составе есть масло. За счет этого у них такая очень нежная, приятная, кстати, ну, можно сказать, даже, да, маслянистая текстура. Ау, я думала, он сейчас упадет. Нет, все нормально, потому что если там есть еще тени, то, конечно, велика вероятность, что это может разбиться. Так, давайте поближе к вам сяду. Время просто восьмой час, и ей пора уже идти гулять. Она у нас гуляет почему-то только ночью. Так что, да, в принципе, этого следовало ожидать, что она нас покинет. В общем-то, это тени масляные, которые очень классные, неприятная текстура, они прям качественные. Я одно время только ими пользовалась. Там есть оттенок шампанского, он невероятно красивый. В этот раз они положили оттенок девятнадцатый, и это такое, ну, просто беленький. Им будет красиво подсвечивать уголочек глаза, да и, в принципе, даже нанести в таком макияже на все подвижное веко будет прикольно. Не знаю, как вам, мне прям красиво с этим адвен календарем, не знаю, прям даже хочется назад ставить коробочки. Но я этого не буду делать, потому что иначе я буду просто вечности искать номера. Номер третий, такой, кстати, тяжеленький, но, в принципе, и выглядит так объемно. Так, ну, упаковка прям узнаваемая. Узнаваемая обычно в таких упаковках либо тушь, либо какой-нибудь праймер для туши. И в этот раз праймер, да, это Lash Paradise, известная их линейка. На самом деле, у них хорошие туши. Я не могу сказать, что они мои самые любимые. У меня, в принципе, нет прям каких-то фаворитов среди туши от L'Oreal. Есть хорошенькие, но вот Lash Paradise как-то я не прониклась ей, но знаю, что очень многие ее прям обожают. Может быть, ее просто нужно наносить с праймером, как знать. Мне нравится, опять же, упаковка, белый тюбик, золотые буковки, розовое такое, золото. Красиво, эстетично. То есть, я вот на это смотрю и понимаю, что, ну, вот прям старались, прям видно, что подбирали. Номер четыре прям не внушает доверия. И если бы это был какой-то другой адвент-календарь, я бы подумала, что там пробник. Но, скорее всего, нас ждет какой-нибудь карандаш. По крайней мере, ну, мне так кажется, потому что, ну, я не припомню, что было. Реально, клали какие-то прям вот пробнички. Посмотрим. Ну, вот здесь я бы хотела, конечно, все-таки ошибиться насчет пробников, конечно же, и найти карандаш. Как-то вот я даже не ожидала, честно говоря, найти вот что-то такое прям очень маленькое в размере, наверное, 5... А, нет, ну, 10 миллилитров. Ладно, 10 миллилитров еще куда не шло. Нам здесь положили праймер. Праймер для того, чтобы минимизировать поры. На протяжении 24 часов он должен работать. И что интересно, в составе есть комплекс, однопроцентный комплекс ряда кислот. Это как бы зачем? И у меня просто сразу такой вопрос, зачем здесь кислоты? Ну, наверное, какой-то будет дополнительный уход. Текстура нежная, розовая, такая приятная. Соня пришла с Сонькой, точит дерево, гогти об дерево кошачье. Воу, какая текстура! Слушайте, поначалу, кстати, повеяло немного спиртом, но очень быстро этот аромат пропал. И ощущается не так, как праймер, например, от Maybelline, где вы прям силиконовый силикон чувствуете. Боже мой, кошки, вы чего тут-то? Что за разборки? Он очень быстро высох. Кожа действительно выглядит такой прям заматированной, но не ощущается это как-то очень тяжело. Мне прям даже интересно попробовать. Вообще, в такие вещи я не верю. Не верю, что они как-то будут фотошопить ваше лицо. И я пробовала такие вещи, и они не фотошопят лицо. Да, они могут немножечко подсгладить рельеф, если действительно он какой-то ярко выраженный. То есть, ну прям вот чуть-чуть. Сказать, что я видела какое-то прям чудо на своем лице, ни разу такого не было. Но вот эта текстура мне интересна тем, что она прям очень-очень легкая. Не слишком силиконистая, больше такая, знаете, бархатистая, я бы сказала. Гораздо приятнее, нежели какие-то другие силиконовые праймеры, которые я пробовала. Я прям заинтригована. Номер пять. Пожалуйста, не надо нам еще одного праймера, пробника, пожалуйста. Нет, давайте посмотрим. Ну, просто ощущается точно так же. А вот здесь карандаш. А вот здесь хорошо. И здесь нам положили Le Colle Naturel by Paradise. Ну, в общем, это та самая линейка Paradise. Черный карандаш, просто обычный деревень. Но они достаточно приятные, они мягкие. Ими хорошо сделать какую-нибудь форму, стрелку, потушевать. И потом, конечно, его обязательно нужно закреплять тенями. Потому что он абсолютно нестойкий. Он будет плыть. Такая вещица, вот чтобы просто какой-то вот наметок макияжа сделать. Немного за кулисе. Вот так это все передо мной выглядит. Мне очень симпатично. Вот что я хотела вам показать. Да, у меня гладильная доска в роли штатива. Там просто какие-то разборки. Просто уличные, кошачьи разборки. Кнопа максимально напряжена. Она не готова ни на какие разговоры, ни на какие компромиссы. Сонька вообще не хочет с ней связываться. Скажет, что тебе надо. Просто она сидит с просоней. Ей это вообще не интересно. А Кнопа, она прям хочет. Она прям хочет укусить ее за ее пушистый зад. Кнопа. Ну-ка. Ну, бывает. Номер шесть. Потяжелее, посерьезнее. Там точно не карандаш и точно не пробник. Смотрим. Ооо, ну это прям очень хорошо. Это тушь L'Oreal Telescopic Lift. Их новая версия. У меня такая есть. Это хорошая, классная, объемная тушь. Но которая все же немного, но может отпечататься в течение дня. Если у вас есть жирная века, если вы переборщите с консилером. Либо нанесете что-то очень увлажняющее. Но при этом она правда дает классный эффект на ресницах. И еще один из таких минусов лично для меня это щеточка. Она, конечно, интересная. Ей, с одной стороны, и удобно пользоваться, когда ты приловчишься. С другой стороны, мне прям понадобилось время, чтобы к ней привыкнуть. Потому что, ну прям, я исколола себе все глаза. Серьезно. Я покупала другую версию также постарее, чтобы сравнить. И это как будто бы она более объемная. А другая была более такая, знаете, элегантная. Я бы сказала, в ней не было этой драмы, нежели в этой туши. И она прям, правда, классная. Мне нравилась. Номер семь. Надеюсь, не лак. Давайте посмотрим. Так. Помада. Помада. Это всегда потрясающе. От L'Oreal. Тем более, потому что у них реально очень классные помады. И это еще и полноразмерка. Это не какая-то там миниатюрка придуманная. Не какой-то special, специальный, вот это вот все вариант, лимитированный. Не надо. Не надо. Спасибо. Мы знаем, что вы можете просто делать классные помады. И L'Oreal именно это и делают. В этом случае нам положили, я так понимаю, оттенок. Не вижу какой-то. Смотрю на этикетки. Не надо бы смотреть просто сзади. Оттенок 268. Хороший, слушайте, хороший оттенок именно для адвена календаря. Он не слишком холодный. Он не слишком теплый. Прям понятный оттенок помады. Но меня смущает то, что там есть шиммер. Такие вот прям блесточки. Я надеюсь, что это на губах будет выглядеть, знаете, не как какой-то прям перламутр. То есть, что это будет просто помада, которая будет, понятное дело, кремовая. И слегка с таким каким-то сиянием. Номер восемь. По звуку доверие, я бы сказала, не вызывает. Так. Что у нас тут? Карандаш. Нет, все нормально, все хорошо. И это карандаш Unfeimble 36 часов в стойкости. Гелевый автоматический лайнер. И у меня такой карандаш есть. Мне кажется, еще с того года мы с вами его точно находили. Здесь на другой стороне есть пипка, которую можно растушевывать. Но, честно говоря, я их не особо люблю. У меня не то, чтобы сильно получается им что-то растушевывать. Но, с другой стороны, если подругой ничего нет, лучше, чем ничего. Могу сказать так, что в слизистую, если его наносить, то нужно наносить хотя бы в два-три слоя. То есть, дать ему первому слою просохнуть, нанести еще раз и потом еще раз. Потому что, ну, немножечко течет. Он не такой стойкий, как хотелось бы. Если делать им стрелки, в принципе, тоже возможно. Наверное, даже, да. Наверное, даже для стрелок, я бы сказала, он чуть-чуть лучше работает. Но тогда вам понадобится кисть. Потому что здесь, понятное дело, грифель не заточен под то, чтобы вы делали им стрелки, как, например, предыдущий карандаш. Просто он такой, знаете, он средненький. Он не то, чтобы какой-то супер-мега стойкий каял, и в то же время не какой-то супер-мягкий, тающий карандаш для стрелки. То есть, опять же, если наносить, то прям несколько слоев, чтобы действительно держался. Номер 9. Тоже легенький. Ну, возможно, там будет карандаш для губ, потому что еще мы с вами его не находили, а обычно находим. Итак, посмотрим. Главное, не пробник. Нет, все-таки карандаш для губ. И это линейка Calorish. Я его сразу узнала. 362-й оттенок. Слушайте, потрясающе. Оттенок явно подобрали под цвет помады. Вот за это тоже я люблю L'Oreal. Они не кладут от балды какие-то оттенки, которые у них завалялись где-то там на складе. Что они не могут распродать. Нет, они действительно вот как-то подбирают. Продукты так, чтобы ты смог этим накраситься. И это выглядело симпатично. То есть карандаш подходит под помаду. Плюс у вас есть блеск. Плюс у вас есть два черных карандаша, которыми вы можете, например, сделать стрелку. Уже. И у вас есть тушь, чтобы завершить макияж. Номер 10. И такую форму коробочки мы еще не открывали. Там точно есть какая-то бумага. Видимо, чтобы что-то не разбилось. Давайте посмотрим. Да, бумагу уже вижу. Так. Что это? Что это? А, я уже ниже форму. Я знаю. Я знаю. В том году мы даже находили. И да, это потрясающий бронзер. Bronze to Paradise. У меня точно такой. Сейчас лежит рядышком в столе, которым я регулярно пользуюсь. Прям обожаю его. Он супер деликатный. В этом случае нам положили оттенок 0.3. А у меня оттенок... У меня уже все отклеено. Я, к сожалению, не могу сказать, какой у меня оттенок. Возможно, даже такой же. Хотя нет, мой, по-моему, даже потеплее будет. А может быть и нет. Нет, может быть такой же. Король. Это потрясающий бронзер, который супер мягкий. Который можно растушевать любой кистью. Он просто, вот не знаю. Когда я не знаю, что взять. Вот я сижу, думаю над макияжем. Я понимаю, что, допустим, уже времени много прошло. Я никак не могу определиться. Я беру этот бронзер, и он всегда подходит. Он обалденный. Номер 11. Это что-то тяжелее карандаша, но легче туши. И это точно не помада. Как будто бы нет. Ну, давайте посмотрим, насколько я была права. Да, это не то и не другое. А это нам положили... Бровь, хотела сказать. Продукт для бровей. А именно тушь для бровей. Мы что-то подобное с вами находили. Именно в таком формате от Maybelline. Там была только я была с серой упаковкой. Мне прям это сейчас напомнило. Давайте посмотрим, что внутри. Как мне эта щеточка. Я не люблю вот эти маленькие щеточки. Они абсолютно неудобные для меня. Ну, то есть, как бы по лорсу, окей. Можно, ну, чуть-чуть на пару сантиметров... Миллиметров, не сантиметров. На пару миллиметров сделать ее прям, ну, длиннее. Это просто неудобно. Продукт от Maybelline был с нормальной. Хорошей щеточкой. Я им периодически пользуюсь на каждый день. Он хорошо фиксирует брови. То есть, они прям такие естественные получаются. И есть вот этот момент с фиксацией. Потому что, например, у Maybelline есть много цветных продуктов, которые абсолютно ничего не фиксируют. Здесь, я надеюсь, что хотя бы будет хорошая фиксация. Но, опять же, оформлять брови вот этой щеточкой, это просто какое-то издевательство. Всегда. Ну, вот не люблю я их. Номер 12. Что-то как-то там как будто бы вообще ничего нет. Либо какая-то бумага, что-то такое. Давайте посмотрим. Мы, кстати, с вами на середине, если что. Да. А, ну все, поняла. Сразу, знаете, я только цвет увидела, сразу поняла, что это. Это маска. У них есть в этой линейке ревитолифта маски как для лица. По-моему, даже для куб есть. Но в этом случае нам положили маску для глаз. Маска выглядит, кстати, как маска супергероя такая. Маска всего лишь здесь одна, к сожалению, на один раз. И это та маска, которую нужно охладить до минус 5 градусов. Так, по крайней мере, здесь написано. Составить беуроновая кислота. И, очевидно, она будет снимать отеки, она будет освежать взгляд, увлажнять. И, в общем, делать все самое хорошее, что должна делать подобного рода маска. Это, кстати, хорошая вещица. Но жалко, что вот только одна. Было бы классно все-таки, чтобы они клали по два таких продукта хотя бы на два дня. Потому что, ну, как-то вот это вот, ну, так. С другой стороны, можно попробовать потом купить себе пачку или как там они продаются. Наверное, в пачке. У-у-у, номер тринадцатый. Он прям тяжеленький такой. Как будто бы там что-то для тела положили. Ну, однозначно, не декоративка, а какой-то будет уход. Так, да, уход. Ну, не совсем для тела, а скорее за волосами. Потому что здесь нам положили шампунь. Я его тоже когда-то пробовала. У него невероятно приятный аромат. Как, в принципе, у всех, наверное, шампуней от L-Vitalia в этом случае. Или L-Vitalia, как же, ну, господи, L-CF, да? L-CF, по-моему, L-Vitalia. L-CF на русском линейке называется. И здесь шампунь именно для длинных волос. Для того, чтобы они были еще более разглаженные, прямые, блестящие. В составе у нас пфлянцы хипротеины плюс витамин, ретинус, эль. Пфлянцы хипротеины, это как растительный протеин, витамин, плюс ретинус, эль, касторовое масло. Касторовое масло. Точно каждый год я вспоминаю этот ретинус, эль, что это такое. И каждый раз меня это прям в ступор такой, знаете, угоняет. Ну, в целом, да, для поврежденных и длинных волос. В моем случае это не особо подходит. И я, правда, пользовалась им, и я не просто так говорю, что он не подходит чисто по описанию. Нет, обычно они немного утяжеляют волосы, чтобы их немного распрямить, чтобы они такие были бархатистые, такие вот рассыпчатые. В моем случае такой шампунь не так хорошо очищает кожу головы. И таким образом просто мне не хватает вот этого объема. Они становятся тяжелее, они, да, ровненькие, мягенькие, но очень быстро становятся грязненькими. Мне это не особо нравится. Я все же за объем, за максимально чистую кожу головы, чтобы она была максимально свежей, максимально долго, максимально все по максимуму, пожалуйста. Но это как вариант взять с собой, очень удобно, 90 миллилитров, ребята. 90 миллилитров это вообще отличный объем, формат, чтобы попробовать. При этом это еще и компактно, можно с собой брать. Например, куда-нибудь в бассейн. Да, мне бы, кстати, я не была в бассейне, надо бы сходить. Номер 14. Возможно, даже помада какая-нибудь матовая. Я не хочу находить лак, поэтому я не выдвигаю такое предположение, но тоже здесь может быть. Так. Помада. Помада, это хорошо. И это номер 173. Colorish линейка, Newt Intense. И давайте посмотрим, конечно же, на оттенок вживую. Как я не люблю эти вот эти наклейки. Вот это вот прям... Ну, для адвента могли бы уж отклеить. С другой стороны, это гарантия того, что никто ее не лапал. Это, к сожалению, все бренды масс-маркетов. Это вот клеят постоянно. И так. Ну, потрясающе. Слушайте, это невероятно красивый оттенок, запах... Очень приятный. И это просто нюдовый нюд. Такой немножечко телесно-розовый. Такой бежево-розовый. Замечательный. Кородаж тоже потрясающе подойдет под эту помаду. Я говорю, здесь они вот прям подбирают продукты, чтобы вы реально могли сделать с хорошим. И я, чтобы это максимальному количеству людей подошло. И мне кажется, у них это получается. Номер 15. Что-то такое прям крупненькое, знаете. Но при этом не супертяжелое. Так. А, ну понятно, почему это так болталось. Это самая Лэш Парадайз. В этот раз нам положили тушь. Черный вариант. Ну вот, теперь у нас есть комплект. Коробку взяла пустую. Праймер плюс тушь. Можно будет, кстати, попробовать вместе с праймером нанести эту тушь. Я найду свой вариант, чтобы новую не вскрывать. Потому что она у меня точно есть. И мне прям вот, может быть, она как-то иначе начнет работать. С другой стороны, покупать тушь, чтобы купить еще потом праймер. Учитывая, что такая тушь стоит в районе 10 евро. И праймеры в районе тоже 10 евро. Но, как бы, уже получается не то, чтобы очень бюджетно. С другой стороны, Maybelline и L'Oreal уже давно, мне кажется, не очень бюджетные бренды. Особенно в некоторых странах. И я, знаете, всегда так в паре называю два эти бренда. Потому что, мне кажется, они просто не развязаны. Просто они вот всегда вместе продаются во всех супермаркетах, везде, где они встречаются. И я еще помню время, когда, например, от Maybelline тушь стоила там 150 рублей, 200 рублей. Когда я еще жила в России. И когда я переехала в Германию в 2019 году, у них тоже были туши там за 6 евро, за 5 евро. Сейчас чаще всего стоимость уже где-то там 10 и выше евро. А у L'Oreal всегда они были на порядок выше. То есть, допустим, если тушь от Maybelline стоит, грубо говоря, 150, то у L'Oreal она всегда будет стоить 200-250. Но они как будто бы всегда были направлены на поле взрослую аудиторию. А в Швейцарии так вообще эти бренды стоят там в районе 15 франков. Ну, то есть, прям еще дороже. Если вдруг вы сейчас задаетесь вопросом, где я все-таки живу. Ребята, у меня, если что, есть на канале целый плейлист с влогами. Там немножечко больше можно узнать обо мне. Я просто знаю, что сейчас очень много новеньких пришли. Я очень вам рада. Задавайте вопросы свои, не стесняйтесь. Но, если что, у меня есть видео на канале, в которых вы можете найти ответы уже на некоторые свои вопросы. А мы давайте уже откроем номер 16. Я немножечко заболталась. Так, знаете, предалась воспоминаниям. Так, открываем. Ну, здесь, очевидно, тоже будет квадратненькая штучка. Наверное, будут тени. Все хорошо запатовано. А оттенок? Да, это тот самый мой оттенок 17. Тот самый оттенок, которым я пользовалась года так, наверное, 3-4 подряд. Он был всегда у меня в косметичке. Если я не знала, опять же, как награситься, я брала какую-нибудь самую базовую нейтральную тень. Либо, например, бронзер. Наносила его в складку. И наносила вот эту сияшку на все подвижное веко. В уголочек глаза. Делала стрелку. И просто была красоткой. Наверное. По крайней мере, я так думала. Вообще, замечательный оттенок. Они очень мягкие. Они приятные. Они всегда красиво смотрятся. Переливаются. И это, знаете, не совсем металлик. И в то же время, это не то чтобы сатин. То есть, это ярче, чем сатин. Это всегда симпатичнее смотрится. Классные текстуры. До сих пор их люблю. Номер 17. Вероятно, будет карандаш. Возможно, похоже по месту, потому как болтается в коробочке. Так. А, нет, нет. Это подводка. Точно. Это подводка, скорее всего, с фетровым кончиком. Perfect Slim by SuperLine. Давайте посмотрим. Да, да. Это с фетровым кончиком. Подводка, кстати, она неплохая. От мебели мы с вами находили тоже с фетровым кончиком. Но с... Но черный цвет. Извините за спойлер. Если вдруг вы не видели распаковку, посмотрите. А в этот раз нам положили черную. Мне кажется, в том году тоже была точно такая же подводка. И она у меня... А, кстати. Я хотела сказать, что она полностью у меня уже все кончилась. Но нет, она еще не кончилась. Я периодически и пользуюсь. Ну, то есть у меня просто много подводок. И, конечно, я не успеваю все это на себя измазать. Так что эту я открывать просто не буду. Решила я уже убрать этот клиентарь с фона, потому что он уже очень неустойчивый и уже не такой симпатичный, как было до этого. Номер восемнадцатый. Очень тяжелый. И, скорее всего, здесь будет кондиционер. Это прям классика. Он тут должен быть. Да, кондиционер, который еще более питательный, еще такой более такой жирненький, знаете. То есть это та линия кондиционеров, которые... Ну, они вот прям, вы чувствуете, что они... Волосы такие прям более плотные становятся. В то же время рассыпчатые за счет того, что там есть еще силиконы. И они вот такие вот прям приятненькие. С одной стороны, с другой стороны. Повторюсь. То есть объема с этой парочкой какого-то прям вот вы не добьетесь. Номер девятнадцатый. Карандаш. Не знаю, почему-то я думаю, каждый раз, что они положили карандаш. Но, видите, была до этого подводка. Что здесь может быть? Честно говоря, я не знаю, потому что же, в принципе, нам положили два черных карандаша. Разных, вроде как, каяла. Для того, чтобы делать стрелку, нам положили уже карандаш для губ. Так что, что здесь может быть? Карандаш для губ. Но более светлый оттенок. И как будто бы он такой прям розовый-розовый-розовый-персиковый. А именно оттенок, к сожалению, здесь вот я не вижу какой. Тоже линейка Colorish 114. Но вот этот оттенок, наверное, самый сомнительный. Потому что он прям, ну, супер вот такой какой-то не современный, я бы сказала даже. Знаете, вот есть такие оттенки, которые, ну, просто вот, они сейчас не очень актуальны. И вот это вот оттуда. Он прям такой теплый, персиковый, коралловый немножечко вот такой. Номер 20. Тяжелый. Прям нормальный такой, тяжелый. Давайте посмотрим. О, ну это еще одна тушь. Это их легенда. Volume Million Lashes. Объемно. Миллион ресниц. Очень известная эта самая щеточка. В общем, да, это тушь, которую очень многие любят. И могу сказать так, что именно это. У них же там тоже есть они разные. Есть тут полоска синяя, зеленая. Я не каждую пробовала, но черную точно пробовала. И она мне тоже не особо подошла. То есть я не увидела действительно, действительно того объема, который я ищу. А я люблю именно драму на ресницах, драму на глазах. Чтобы вот они прям вот такие большие были. И пофигу, что они там выглядят какими-то даже, может быть, где-то склеенными уже. Я люблю такое. А здесь ты получаешь, ну, просто такой элегантный, я бы сказала, объем. Вот такой немножечко, знаете, они так раскладываются. И вот как бы вот так. Ну, нет у меня, к сожалению, фаворита от именно туши, из туши от L'Oreal. Maybelline, да. Там я уже прям эксперт. Мне кажется, я там все перепробовала. И потому что я знаю, что там будет действительно вот эта вот драма на глазах. Я там найду что еще. И есть прям мои просто фавориты с еще школьных времен. Но она вот с L'Oreal как бы вот так. Ладно, 21 номер. Что там такое? Там что-то такое очень плотное. Вообще не болтается. Смотрите, давайте посмотрим. Что там? Маск, наверное, тоже, да? Судя по всему. У-у-у! Ничего себе они затолкали! Неужели коробочки подходящие не нашлось? Вот мне кажется, можно было бы гель для бровей. Ну-ка, давайте посмотрим. А, нет, он не входит. Положить сюда. Нет. Ну, ладно, поэтому просто не вот так вот. Просто скомкали вот так вот, как смогли эту маску. Боже мой, что с тобой? Что с тобой? Это еще гелевая внутри. Гелевая маска с витамином С. Тоже ревитолифт. Линейка. Одна, понятное дело, штука. Ну, маска, понятно, витамин С. Здесь написано, что он будет что? Очень быстро. Немного сужать даже, кстати, поры, что интересно. Освежать и, собственно, придавать вашему лицу сияние. На 15 минут ее нужно наносить. Но это все потрясающе. Но то, как это выглядит просто... Это, конечно, не очень презентабельно. Не очень симпатично. Не симпатично. Она явно очень давно в таком состоянии просто лежит. Она супер мятая. Маски у L'Oreal, конечно, хорошие. Но все же, мне кажется, они дороговато стоят. Потому что они не делают прям ничего такого прям супер вау. И у более бюджетных брендов можно найти маски, которые работают плюс-минус так же. Но при этом они хорошенькие. Правда, у них приятный аромат. Они неплохо работают. Но не могу сказать, что есть какая-то маска, которая прям творит чудеса. Вообще есть такие маски? Напишите в комментариях. Номер 22. Здесь, опять же, квадратная коробочка. Бумажечка. Что это? Это еще один бронзер, что ли? Форма как у бронзера. Смотрите, ну, в принципе, сразу видно. Нет, они не могли так поступить с нами. Нет, не может быть. Нет, не может быть. И слава богу, это не так. Это румяна. Потрясающая румяна. Тоже из леньки Paradise. 78% натуральных ингредиентов. Но кого это интересует? 0,3 оттенок. Мелон. Мелон? Мелон. В общем, Dollar Baby. Тот самый, самый популярный оттенок, который у них только есть. Идеальный румяна. Это просто, на самом деле, потрясающая комбо. Я смотрю на все, что мы сегодня здесь с вами нашли. Я понимаю, что, возможно, в этом нет какого-то большого сюрприза, чего-то такого вау, нового, неожиданного. Но как будто в Атлореаль я этого и не ждала, а хотелось, наоборот, действительно получить, что мы получаем каждый год, потому что это супер проверенные продукты. И они очень классно подобраны. То есть, вот здесь прям вот они умеют это делать, умеют сделать так, чтобы ты смог нормально этим накраситься. Я уже об этом сказала раз, наверное, три. Номер 23 как раз. Так, смотрим, что здесь. О, вот здесь удивили, удивили очень даже оттенок. Я смотрю на него и понимаю, что это прям малинка такая, которую я абсолютно не ношу никогда и ни в каком виде. Эта линейка у нас тоже Unfaible 24 часа, липстик. И с одной стороны у нас Intense Color блеск, а с другой стороны у нас Boosting Balm. Ну, то есть, бальзам плюс этот самый блеск. Я, честно говоря, не помню, как работает именно эта помада, надо будет вспомнить. Да, с одной стороны у нас просто бальзам, с другой стороны, я так понимаю, это матовая помада должна быть, да? Ну, в общем-то, как бы, вот, ну, но с другой стороны все-таки должно быть что-то яркое. Не всегда должен быть классический красный оттенок. Хотя, возможно, классический красный был бы более такой, как сказать, уместный, наверное, в этом адвент-календаре, глядя на эту красную ленту. Вот как-то я не ожидала увидеть такую фуксию в малинку. Наверное, еще и потому, что я не очень люблю такой оттенок. Ну, и номер 24. Медленно, наверное, мы к нему с вами подошли. И он такой прям тяжеленький, очень тяжелый по опыту прошлых лет. Я, конечно, могу догадываться, что там, но, как знать, может быть, они нас решат все-таки удивить. Ну, давайте просто откроем и уже узнаем. Посмотрим, что там. Ну, да, да, это у нас что? Это крем. Крем из линейки Revitalift Filler плюс гиалуроновая кислота, как, собственно, и маска для глаз. Anti-age крем на каждый день, точнее, anti-age уход на каждый день. Так здесь написано. 50 мл. Это, конечно же, полноразмерка. Вообще, это не самая бюджетная линейка. Насколько помню, они там могут стоить в районе 10 тоже где-то евро. Ну, то есть, такой хорошенький кремик. То, что он anti-age, это говорит о том, что он будет более такой густой, более питательный. Я не знаю, ставлю ли я его себе, либо я его просто, там, не знаю, отправлю маме, либо кому-то передарю, либо что-то с ним сделаю. Не знаю, может быть, потому что у меня сейчас достаточно много кремов после всего, всех этих распаковок. Ребята, я много распаковываю, правда. Подписывайтесь, если вдруг вас интересует эта тема. А сейчас мне все это, конечно, предстоит подсчитать. И мне прям интересно, сколько это будет стоить. Я все подсчитала. И знаете, это был очень легкий и быстрый подсчет, потому что все в этом ADV-календаре оказалось полноразмерками. И это круто. И даже тот самый маленький праймер 10 мл мы можем купить в таком объеме за 4 евро 95 центов. Это круто, это классно, вообще шикарно. Я просто сижу и немножечко недоумеваю, а с чего Лориаль зарабатывают на этих ADV-календарях, где они берут вот эту выгоду. Неужели то, что они нам положили, это то, от чего они хотят избавиться? Может быть. Может быть, они хотят это вывести из продажи, но как бы я бы этого не заметила, потому что продукты-то классные на самом деле. То есть нет такого, чтобы я прям плевала и сказала, что это плохо. Мы даже ни один лак не нашли, чтобы понимали, ну то есть, насколько это было хорошо. Мне не к чему придраться. Серьезно. Я вот сижу, единственная моя претензия, это цвет одного из карандашей для губ. Ну, такой немножечко сомнительный. И, наверное, этот праймер. Все. Маски. Их немного, их всего две. И это как бы хорошие маски для лица. Я, правда, я сижу, я очень рада, вы не подумайте. Я счастлива, я довольна. Мне кажется, в этом году он даже лучше, чем в предыдущем году. Все хорошо подобрано. В общем, напомню, адвент календарь стоит 90 евро. На разных сайтах можно найти где-то за 89 евро. Я же купила его где-то там за 74 или за 79. Но это была скидка. Скидку я не беру в учет. Там мою какую-то выгоду. Понятно, она будет больше. Но его основная цена базовая, которая чаще всего встречается, это 90 евро. И у меня получилось наполнение 203 евро. 203 евро. Ну, то есть как бы выгода 113 евро. И это очень круто. Это классно. Это хорошо. Учитывая то наполнение, которое мы получаем, да у меня слов нет. Да мне придраться не к чему. Да серьезно. Да и оформление это классное. Если вы любите бренд L'Oreal, если вдруг у вас там что-то в косметичке заканчивается, и у вас есть лишние 90 евро. Не то чтобы лишние. Но, в общем, имейте в виду, имеет смысл приобрести этот адвент календарь. Особенно, если вы найдете его по какой-то скидке. Это просто выгодно. Это полно размерки. Нет ни одного какого-то укороченного карандаша. Нет ни одной точилки, как есть у Maybelline. Ни одной резинки для волос. Ничего подобного. Никакого хлама сюда не положили. Все четко, чисто, по фактам. Хорошие продукты. Полно размерки. Я в восторге. Честно, я могу тут сидеть и восторгаться просто, наверное, еще минут так 15. Но вы сами все видели. Что вы думаете, напишите в комментариях. Потому что я считаю, что это один из самых удачных и реально выгодных адвент календарей по соотношению цена, качество, наполнение, оформление. Все параметры, которые можно назвать, мне кажется, они вот здесь прям вот по максимальной верхней шкале проходят. Серьезно. И, кстати, нам даже положили относительную новинку. Туш-телескопик. Новая ее версия вышла, мне кажется, где-то весной. В этом году. Еще вот где-то в начале весны. И как бы это еще один плюс только этого адвент календаря. В общем, ребята, я вас жду в комментариях. Пишите свои мысли, что вы думаете. Может быть, вы со мной категорически не согласны. Хотя я не понимаю, как можно быть не согласными. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайк. Я вас жду. Заглядывайте в телеграм-канал. До новых вторых встреч. Всем пока. Пока.